На что ещё особо хотел бы обратить ваше внимание. В обновлённой редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию. Также чётко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы, имея в виду самолёты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты. Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии, как участника союзного государства с белорусской стороной, с президентом Белоруссии. Все эти вопросы согласованы. В том числе, если противник, используя обычное оружие, создаёт критическую угрозу нашему суверенитету. В завершение отмечу, что все уточнения являются глубоко выверенными и соразмерными современным военным угрозам и риском в отношении Российской Федерации. Давайте переставим.